Люди, которые решают проблему, они создают. Так отозвался о сотрудниках Центра занятости глава Сарова Алексей Сафонов. В этом году служба занятости отмечает 30-летие. Закон об образовании ведомства вышел 19 апреля 1991 года и остался единственным неотмененным с тех пор. В нашем городе Центр занятости населения появился в октябре 1992 года. Подчинялся то местной власти, то федеральному центру, то региону, проживая вместе со страной все трудные времена. Дефолт, экономические кризисы, а теперь и пандемию. Если вспомнить прошлый год, незабываемый для всех, конечно, что вам довелось, то есть какой объем работы пришлось провести, те более 500 горожан, которые к вам обратились, это целая жизнь, целый геройский подвиг. И мы справились, как говорится, город правил жить, вы дали людям надежду, поэтому отдельное спасибо именно за 2020 год. За такой сложный, но важный труд глава Сарова наградил благодарственным письмом администрации города весь коллектив Центра занятости в лице его директора Лидии Корнеевой. Лидия Николаевна возглавляет учреждение 20 лет, 2001 года, и считает, что даже с течением жизни, с теми изменениями, которые происходят из года в год, самым главным остается человек. Недаром в социалистическое время говорили, кадры решают все. Это действительно так, что кадры решают все. Я очень рада, что есть такой трудоспособный коллектив. Да, он меняется. Люди уходят на другую работу, потому что, как говорят о нас, тузнице кадров, люди уходят на заслуженный отдых, это тоже нормально. Но остается всегда это стремление помочь человеку. Большая часть сотрудников Центра занятости населения Сарова из числа безработных. Они пришли сюда в попытке трудоустроиться и остались здесь работать. И теперь сами прикладывают усилия для того, чтобы потеря работы не была для любого саровчанина тупиком, а стала шансом. Смена профессиональной деятельности или поменять какой-то вектор направления своих деятельностей это одна ситуация, она не совсем плачевная для человека. А когда человек теряет уже работу непосредственно у нее, то есть вот сегодня была, а завтра он нигде. И вот людям помочь, то есть помощь вот в этом. Как-то найти связующее звено между работодателем и претендентом на эту вакансию. Заместитель директора Центра занятости Алла Суботина в числе других сотрудников получила благодарность по случаю 30-летия службы. Когда она училась на юридическом факультете техникума, трудовое право студентам преподавала Лидия Корнеева. В 2004 году Алла пришла работать юрисконсультом под ее начало. Замечательный микроклимат и суть деятельности, служба людям. Это главное, что нравится в Центре занятости Алле Васильевне и ее коллегам. И не только им, но еще и тысячам саровчан, которые получили здесь поддержку и нашли работу.